Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Родители Марии Смирновой готовы принять дочь после всего, что она натворила на Сейшелах и ждут ее в отпуск. В жизни Александра Гобозова большие перемены, но счастье любит тишину, поэтому он рассказывать о личном больше не будет. Роман Гриценко поделился новостью. Марина Африкантова и Роман Капаклы подали заявление в ЗАГС. Майя Донцова не понимает, почему их с Купиным пару так не любят. Они вместе, счастливы, научились сглаживать конфликты, идут к свадьбе. И они не суют везде свои носы. Просто общаются с ребятами, обсуждают их проблемы. Проект ведь для этого и создан. Александр Серов заявил, что из его квартиры, где жила Дарья Друзьяк, пропали 320 тысяч рублей. Кроме того, на ток-шоу «Пусть говорят» выяснилось, что Дарья оклеветала певца, желая выбить из него кругленькую сумму. Серов написал заявление в Следственный комитет и намерен наказать Дарью за ложь и воровство. По словам выбывшего с проекта Максима Елисеева, Человеком года на Доме-2 в 2018 году станет Александра Черно. Редакторы журнала Дом-2 обнародовали переписку Валерия Блюменкранца, из которой им стало известно о многочисленных изменах Валеры во время брака с татой. Константин Пугач теперь будет пугать телезрителей своим видом на Сейшелах, куда его отправили с поляны. Оксана Рязко не последовала за своим поклонником. По эфирам Черно и Оганесян воюют, а в реальном времени приближаются к свадьбе. Обещают, что главное событие в их жизни произойдет совсем скоро. Ходят слухи, что Александра Черно беременна, ведь в соцсетях девушка срочно разыскивает гинеколога среди своих подписчиков. Александра Шева перевозит дочку в Москву. Девушка написала, «С Араем мы обсуждали этот момент, он был не против, чтобы первое время я с ребенком жила у него. Спустя некоторое время к нам поселился Роман Гриценко. Понятное дело, что жить шведской семьей мы не будем. Арай выписался из больницы. Мы с ним сели и обсудили тему совместного проживания. Пришли к выводу, что надо разъехаться. Мне помогли найти квартиру и завтра я съезжаю. С Араем мы дружим и остаемся в хороших отношениях». Роман Гриценко не стал ведущим Дома-2. Более того, он уходит из шоу-бизнеса и возвращается в Питер. Рома принял предложение отца и будет заниматься строительным бизнесом. Он хочет реализовать себя, как настоящий мужчина. А ждать шанса в Москве можно годами. Интересная новость с сайта шлок. Аляна Гобозова вернулась из отпуска и узнала неприятную новость. Она снова сует свой нос в отношении Майи Донцовой и Алексея Купина. Ребят от нее на Сейшелах спрятали, а Гобозова их и там достала. Но вся история изначально дурно попахивала, а вчера Аляна обвинила Купина и Донцову во вранье. Аляна утверждает, что не писала маме Алексея Купина никаких сообщений. Даже в мыслях этого не было. Она проводила время с ребенком, занималась своими делами. Зачем ей писать малознакомой женщине? Но больше всего Аляна удивила даже не то, что эта тема поднялась и обсуждалась в эфире. Она не первый день на Доме-2. Ее удивил Алексей Купин. Ведь инициатива исходила именно от него. Друзья, пожалуйста, оцените это видео. Поставьте лайк или дизлайк. На днях Риту Ларченко отправили на Остров любви и скоро туда же отправится и Илья Яббаров. Он сам попросил ведущих отправить его к Рите, потому что с Аленой Рапунцель он не собирается налаживать отношения. Из конкурса «Человек-года» Ябаров уже вылетел, а общаться с Аленой до родов он не горит желанием. Илья каждый день публикует в сети признание в любви Рите, обещая, что скоро прилетит к ней. Марина Африкантова серьезно задумалась о пластике груди. Марина заявила, «Каждый раз, когда вижу фотографии Саши Шевы, всегда задумываюсь, что может мне тоже увеличить грудь или просто сделать коррекцию. Эти мысли посещают меня все чаще и чаще. Вообще, я считаю, что нет ничего страшного в операции, если есть желание. Интересно услышать женское и мужское мнение. Как относитесь к современной хирургии и стоит ли мне увеличить грудь или все-таки просто сделать коррекцию! Это были все новости на сегодня! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал! Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро!